Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и сегодня мы завершаем обзор игры Папины Дочки. Мы прошли уже 8 эпизодов, и сегодня последние 3. Полежайкин успел списать задачу и впервые в жизни получил пятерку по физике. А вечером по телевизору будет транслироваться интересный футбольный матч. Женя заранее договорилась с сестрами, чтобы занять на это время телевизор. Но, похоже, ее планы могут нарушиться. Помогите Жене включить телевизор. Так, ну что ж, начнем. Девчонки, вы не видели пульта телевизора? Был где-то здесь. Недавно пуговка обучала Бублика переключать каналы. Ну да, игрушку научить легко. Так, а вот, кстати, я его сразу вижу под диваном. Давайте включим телевизор. Не поняла, а почему телек не включается? Это Полежайкин со своей игровой приставкой. Подсоединил какой-то кабель, и теперь ничего не показывает. Вот здесь жук. Так, надо вытянуть кабель. Здесь все искрится. Надо сначала выключить приставку из розетки. А где розетка? Вот приставка. Где-то здесь розетка была. Не могу найти свою помаду. Ты не видела? Подушка. Здесь пуговка хранит фантики от конфет. А вот, кстати, фантики валяются, да? Это же фантик из пуговкиной коллекции. Опять разбросала по всей комнате. Вот соберу их сейчас и выкину, чтобы не мусорило. Так, нам нужно 14 фантиков. Вот вижу один возле мусорного ведра. Да вели человека. Приходится по мусоркам лазить. Может и в мусорном ведре что-то есть. Не впервые нам здесь лазить. Кстати, вот еще один фантик. Есть дальше один фантик на книге. Под стулом один фантик еще. На этом... На лампе. Возле кактуса. Стаканчик какой-то пустой. Так, дальше. А на книжной шкафу один. Так, возле Маши здесь тоже один фантик. Так, где еще? Вот под столиком журнальным. Возле приставки. Возле зайца фантик. Это уже 11, да? Так, где еще? Еще, еще. Здесь носки какие-то. Фен. Фантик. Вот 12. Так, носки. Чтобы найти на полке что-нибудь полезное, надо сначала разложить эту кучу носков. Весело. Так, как же ее разложить? Давайте пробовать. Нам получается... Ага, это уже не ложится. Обидно-то как. Так, получается, я хотел... Не, я хотел черное сначала сложить как-то. Для этого их переместить нужно все в одну столбку, да? Теперь сюда перемещаю другого цвета. И сюда складываю черные. Так, здесь внизу синие. Синие, серые. Синие, серые. Сюда складываю синие по центру. Ай. Вот так вот. Серые теперь в крайний ряд. Сюда синие. Вот, все. Синие все, теперь серые все. Замечательно разложены носки. Только надолго ли? Для чего мы их разложили? А, помада. Вот помада, смотрите. Она нужна была Маше. Нашла мою помаду? Спасибо, Женя. О, а вот и розетка за Машей. Не мешай, пожалуйста. Мне осталось всего 5 минуточек. Твои 5 минут могут растянуться на целый час. Класс. Так, нам нужно еще два фантика. Где же они есть? Фантики, ау. Так, кто видел фантики? Говорите, подсказывайте. Так, обычно под журналами что-то прячется. Да, вот один фантик есть. Но мне нужен еще один. А где он есть? Так. Где, где, где фантик? Фантик. А, вот, на картине. Смотрите, как он туда залетел. Не знаю. Кажется, собрала все фантики. Положу их в альбом. Но в следующий раз уж сочно выкину. Так, фантики разлаживаю. Что это? Половина ножниц. Для чего на мне? Так, кстати, Даша. Даша опять слушает всякую ерунду. Даша опять слушает всякую ерунду. Даша опять слушает всякую ерунду. Дело опять включило. Зачем снимать наушники с Даши? Она нам пока не мешает. Да. Зачем снимать наушники с Даши? Она нам пока не мешает. Так, весело. А что нам? Наполнить стакан. Выключить приставку, отсоединить кабель. А чем мне наполнить стакан, слушайте? Не могу открыть. Здесь Даша расселась. А, вот, теперь нам нужно попросить Дашу отсесть. Для этого нужно выключить плеер и снять наушники. В чем дело? Даша, отсядь, пожалуйста, мне надо в стол заглянуть. Не даю спокойно музыку послушать. Лучше пойду в свою комнату. Давно пора. Так, а вот у нас, кстати, смотрите, какая-то бутылка стоит. Наполнили стакан. И... Так, последнее предупредение, Даша, Чимаша. Не мешай, пожалуйста. Мне осталось всего пять минуточек. Ха-ха. Да и пять минут могут растянуться на целый час. Я по-хорошему хотел. Ха-ха-ха. Ты что делаешь? Ой, извини, извини. Сейчас я все просушу. Так, где-то здесь был фен, да? Вот фен. Смотрите, какая хитрая Женька. За фен спасибо, но не думай, что ты прощена. Она сама вытянула из розетки кабель от приставки и включила туда фен, да? Кстати, после минеральной воды волосы стали лучше блестеть. Вот и здорово. И последнее у нас задание – отсоединить кабель. Вот вторая половинка ножниц. Так, и теперь что мы? Перерезали кабель. Ничего себе! Кажется, наш телевизор окончательно накрылся. Что сделать? Сходи к бабушке. Может, она разрешит тебе посмотреть матч на своем телевизоре? Хорошая идея, но не самая лучшая. Так, сколько у нас там очков? Хватает. Отлично. Осталось у нас два уровня и дверь растет нашего мишки, да? Итак, Женя пришла уговаривать бабушку разрешить ей вечером посмотреть телевизор. Бабушка, конечно, согласилась, но не просто так. Выполнив все задания бабушки. Ух ты, и вот это мы попали. Бабушка, можно я вечером посмотрю у тебя телек? А куда ваш делся? Неужели Воснецов докатился до того, что уже продает вещи из дома? Нет, наш телевизор уже никто не купит. Но он сломался. Ну хорошо. Можешь воспользоваться моей бескорыстной добротой. Только сначала собери булавки, которые я случайно рассыпала. Покорми Мурзика. А я пока схожу к подруге. Так, интересно, Мурзик это кто вообще? Это кот обычно. Здесь куча пауков. Ага, это паук Мурзик. Обалдеть. Кто боится пауков? Я в принципе их не боюсь, но только не сильно большие. Так, ладно. Нам нужно собрать 14 булавок, найти корм и покормить Мурзика. Так, а где корм для Мурзика? Давайте искать. Так, вот первая булавка под тапком. Только я вообще не пойму, это не булавки, это какие-то невидимки. В моем понимании булавки это все-таки такие... А с двух... Ну когда две таких иголки, по бокам они скреплены такими штучками. В общем, я думаю вы поняли. Так, вот на картине невидимка одна. Вот еще на одной картине я вижу. А... Возле этого растения тоже. В шторе булавка. Во второй шторе тоже. В телевизоре даже булавка. Так, где еще? Это только девять. Так, булавки, булавки. О, мягкая игрушка, тоже булавка есть. Так, инкубатор для пауков какой-то. Блавка в шкафу. А, цветок. Где еще? Только одиннадцать. В диване я уже смотрел. Подушка. За подушкой какая-то гусеничная паста. А, дальше. Разведение пауков. Какая-то книга интересная, да? Так, булавка в двери одна. Это уже двенадцать. Так, а где же еще две? Слушайте. Найти корм. А вот корм для пауков. Там нету еще булавки, слушайте. Не вижу. Так, давайте покормим Мурзика. Коробка пустая. Придется покормить паука чем-то другим. Обалдеть. Для еще бабушки есть рецепт корма? А где же рецепт корма? Ээээ... Не вижу. Так, а где рецепт? Так, может на полке? Вот листок какой-то загадка. Читаем. Рецепт корма для пауков. Все ясно. Да, совсем все ясно. Дрозофилы сушеные, таракан свежий, мухи толченые, гусеничная паста. Перемешать и добавить сахар по вкусу. Сахар я видел на столе, да? Так, а, кстати, вот здесь и булавка еще одна, я ее не заметил. Дальше, гусеничная паста у нас под подушкой была. Это уже два, да? Так, вот сачок. Сачком, наверное, нам нужно ловить тараканов. Опа, попался, который кусался. Давайте попробуем. Ай, мимо. У кого дома есть тараканы, те знают, как их тяжело ловить. Они такие быстрые, шустрые. Только включишь свет, сразу прячутся. Даже если по нему ладошкой стукнешь, он все равно побежит дальше, как ничем не бывало. Надо хорошенько так уснуть его. Так, собрать 14 булавок. И что дальше? А, я 13 собрал. Перепутал таракана с булавкой. Так, а что еще нам там нужно было? Дрозофилы сушеные. Вот она. А, и куда это все? Сахар. Паста, тараканы, дрозофилы. Не понял. Перемешать. Добавить сахар по вкусу. Ладно, нужно искать еще одну булавку. Где же она есть? Слушайте, последнюю, как всегда, тяжелее всего найти. Могу на нее смотреть 10 раз и не заметить. А, вот же, на самом видном месте. Прямо на диване, слушайте. Рядом с подушкой. Булавка собрана. Будьте не неладны. Так. Собрать ингредиенты корма. А что я не собрал? Слушайте. Паста есть. Сахара, может, больше взять надо. Так, а... Банка с живыми полками. Не буду пока трогать. А то еще разбегутся. Даже все ингредиенты собрал. Может, их нужно было в стакан? Мерный стаканчик. Так, а... Может, в стаканчик теперь все как-то... Не могу так сделать. Не получится. Сахар. Так, вот же, дозофилы у меня есть. Вот они. А, тараканы есть. Мухи толченые. А, мух. Так, вот же, мухи толченые. А, мух толченых нет. Вот они, все. Не хватало мух. Здорово. Корм готов. Ну-ка, Мурзак, попробуй, что я тебе тут приготовила. Надеюсь, сразу не помрешь? Ха-ха. Так. Берем форм. А-а-а. 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 Капец. Лови его. Ага, не можем, потому что у нас... Мотор. Так, найти, чем поймать Мурзика. Банка я пустой? Эту банку можно использовать для ловли Мурзика. Но сначала придется ее освободить от других пауков. Как это сделать? Дать им напитка, чьего-то корма нет. А вот, кстати, инкубатор был у нас, да? Может быть... Разложи пауков по коробочкам. В одной коробочке могут находиться только одинаковые пауки. Так, это не то. Теперь запоминать нужно, да? Тоже не то. Вот же ж. А-а. Угадал этого, да? Так, следующий какой? Тоже не так. Зеленый. Где зеленый? Зато такого вот слоя у второго. Уже меньше. Это не то. Блин. А где коричневый был? И это не тот, слушайте. Зато этого угадал. А время дотикает. О, вот и коричневый. Так. Ого, класс уже пятый. Шестой. И осталось всего два, да? А зелененький я так и не нашел ни разу. Значит, он в последнем отделении. Вот они там будут вместе. Замечательно. Любить друг друга. Так. И теперь я могу взять банку. И словить Мурзика. Не понял. Как его туда засунуть? Может, кормом нужно? Заманить Мурзика. Мурзика. Блин. А как же заманить его? Мурзик. Ага. Понял. Нужно рядом положить, да? И что, теперь тебе корма насыпать? Точно. И хватаем его быстренько. Эээ, найти крышку. О, блин, а где ж крышка? Я крышки нигде не видел. Так. А где крышка, слушайте? И правда не вижу. Надо подсказку брать. А, вон она так лежит незаметно. Ага, попался. Попался, который кусался. Вернуть Мурзика домой. Ну что, теперь с чистой совестью можно включать телевизор. Проверим, как он работает. Может, и этот тоже не работает, да? А где пульт? Ага. Неужели тоже не работает? Конечно, не работает. Он еще месяц назад сломался. Ха-ха-ха. Я тебе не говорила? Нет, не говорила. Вот теперь говорю, не работает. Да, вот это вот семейка. Вернуться домой. Дверь захлопнулась. Наверное, Маша закрыла, когда уходила на свидание. Обалдеть. А ключика нету? Позвонить. Все ясно. Даша сидит в наушниках и, конечно, звонок не слышит. У бабушки должен быть запасной ключ. Так. Возвращаемся. Посмотри в коробочке на книжной полке. Коробочка на книжной полке. Ничего себе! Откуда столько ключей? Каждый раз, когда Вознецов терял ключ и менял замок, он давал мне дубликат. Вот и насобиралось. Можно в металлолом сдавать. Весело. Придется их рассортировать. Так, повесь все ключи на гвоздике. На одном гвоздике может висеть только одинаковые ключи, да? Так, ну давайте. В принципе, я не думаю, что это должно быть тяжело. Ой, нет. Не так, по идее. Это сюда. Это сюда. Нет. Что-то я немного не понял юмора. Некоторые разные. А, вот же. Все, я... Сразу не понял прям. Так. Да нет, тоже не сюда. Так, а тут вообще какие-то разные попадаются. Это есть. Это тоже есть. Так, по-моему, здесь все-таки каких-то ключей не хватает. Да. Слушайте, я не пойму юмора. Так, нужно... А, вот. Они просто разного цвета. Это тоже подходит, да? А здесь разные ручки. Но ключи одинаковые. Так, здесь, получается, тоже ручки разные, но ключи одинаковые. Здесь тоже самое. Вот, два ключа нужно вместе повесить. Почему они не совпадают? А, потому что мы неправильно немного сделали. Так. Вот. Этот сюда. И эти последние сюда. Блин, тяжело было, потому что ключи все разные. Этот ключ, кажется, похож на наш. Но надо проверить. Так, проверяем. Это не подходит. Поехали папе на работу. У него в кабинете был телевизор. Там я посмотрю. Обалдеть. Ну что, нам хватит очков? Эх, не хватило. Прикольно, слушайте. Столько много очков. И не хватило. Ну ладно, оперировать не буду. Так, Женя приехала к отцу на работу. Но секретарша Тамара не хочет пускать ее в кабинет. Так как на приеме важный клиент. Помоги Жене разобраться с этой ситуацией. Здравствуйте. Я к папе. Я тебя туда не пущу. В приеме у отца важный клиент. К тому же он еще и единственный. Я должна на минуточку. В прошлой неделе твоя сестра Даша уже заходила на минуточку. Посетитель увидел черепа на ее футболке и чуть в окно не выпрыгнул. Ух ты, вот это удача. Билет на сегодняшний матч. Какая наглость. Это мне подарили. Наш новый клиент массажист футбольной команды ЦСКА. Он подарил мне билет на сегодняшний матч. Я на футбол, конечно, не пойду. Сохраню билет на память. Перевод билетов. Ну да, если не увлекается футболом, то понятно. Ой, трошка не делась. Она сама. Я ничего не трогала. Так, а как мне починить ксерокс? Какая наглость. Это мне подарили. Понятно. Так. Как починить ксерокса? Кто знает. Ненавижу офисную технику. Сюда надо полежайкина с молотком. Что делать, что делать? Тумбочка закрыта на ключ. Так, открыть тумбочку. Вот ключик. Зачем тебе ключ от тумбочки? Папа меня просил протереть пыль в тумбочке. Что-то слишком пыль на том стало. Нас все понравится наводить порядок, тогда собери визитки клиентов, потом получишь ключ. Так, а как они хоть выглядят, эти визитки, а? А, вот вижу, какие-то уголки валяются. Это визитки, да? А они все разноцветные, значит, могут замаскироваться под всякие там вещи. Вот, допустим, визитка на доске объявлений. Вот здесь в угол кул в столах что-то тоже похоже на визитку, да? А, дальше за жалюзями на окне тоже визитка. Это четыре. Под вешалкой вижу что-то торчит. Пять. В книге лежит. Шесть. Так, дальше. Где, что еще? Как-то с... А, вот на лампе. Семь. А, возле ксерокса восемь. Где еще? Где еще? Девять. Ваза. Конфеты. По-моему, там что-то лежит. Или то конфета такая. О, вот тоже визитка. Десять. Осталось две визитки. Вот, возле этих штук, в общем, тоже визитка. Это одиннадцать. И осталась последняя. Где же она есть? Слушайте. Визитка. Ау. Психология. Не вижу пока. Есть последние визитки. Ксерокс, ксерокс. Так. Где же? Где-то есть. Так, на вешалке я уже был. Шнур. Розетка. А может, его включить можно? Чайник. Ну, закипятил я его, и что? Ничего не понял. Зачем я это сделал? Ну, кипит он. Кому от этого легче? Так. Инструкция для факса. Листок скрутился. Прочитать инструкцию. Фух. Собрать 12 визиток. То есть, сначала мне все-таки нужна еще одна визитка. Ага. Вот они, как ее спрятали. За головой Тамары. Возле цветка. Вон, желтенькая. Все. Последняя, да? Отдаем визитки Тамаре. Молодец. Теперь можешь и тумбочку протереть. Так. Открываем ключом тумбочку. И смотрим, что у нас здесь есть. Бумага, кофе, салфетки, скотч. Скотч может пригодиться. И кнопки, да? Отлично. Закрываем. Так. Скотчем, наверное. Нет, не скотчем. Кнопками. Выравниваем инструкцию. Все ясно. Смотрите. Нужно нажать 0203. Очистить память. 0432 уменьшить громкость. 0433 увеличить громкость. И 0525 извлечь картридж. Так. А мне что нужно? Давайте посмотрим. Ненавижу офисную технику. Сюда надо полежайкина с молотком. Так. Так, нам только извлечь, да? 0525. Как все запутано. Необходимо повторить последовательность загорания кнопок на факсе. Чтобы начать игру. Нажмите зеленую кнопку. Нажал. 519, да? 5, 1, 9, 7, 5, 8, 2. Так. 7, 5, 8, 2. 6, 9, 2, 7, 3. 6, 9, 2, 7, 3. Или 7, 2, 3. Путаюсь. 7, 3, 8, 1, 2, 4. 7, 3, 8, 1, 2, 4. 8, 1, 2, 3. Хватит. 8, 1, 5, 2, 6, 9, 7. 8, 1, 5, 5, 2, 6, 9, 7. 2, 8, 4. 1, 3, 5, 6, 9. 9, 2, 8, 4, 1, 3, 5, 6, 9. Что, правильно? Даже не знаю, на автопилоте как-то получилось. Зачем заметить, без паузы, без ничего. Как так случилось? Никогда не знал, что я запомню 8 подряд чисел так быстро. Тем более, что на числа у меня память плохая обычно. Так, картридж. Давайте вставим его в ксерокс. Картридж остановила. Надеюсь, не взорвется. Так, и у нас, смотрите, еще крышка сломана, да, от ксерокса. Сейчас, может быть, на скотч ее посадить? Почти как новенькая. Но все равно еще шатается. А, и сделать копию билета у нас задача. Берем билет. И быстренько стараемся его сделать. Нажимаем на ксерокс. Ну, вот у нас почти два одинаковых билетика. Так. Цветной был бы в ксероксе, было бы вообще классно. Передавайте привет папе и его клиенту. Счастливо. Обязательно передам. Так, ну что, идем на футбольный матч? Или как? Видим, очков хватает. Поздравляем с новым рекордом. О, получается у нас два уровня было. Не хватило там немного очков. Поэтому у нас мишка без руки и ноги. Класс. Окей, а вот и футбольный матч. Как раз с Барбоскинами играли в футбольный матч. Вот. И здесь тоже футбол. А ну что ж, друзья. Вот, как вы видите, игру мы полностью прошли. Если вы смотрите наши обзоры, они вам нравятся, то поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. И если поддержите, то очень скоро выйдет обзор второй части игры папы и дочки. Едут на море. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Оставайтесь с нами дальше, будет только интереснее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok